Добрый день, уважаемые журналисты! Мы рады приветствовать вас на информационной площадке службы центральных коммуникаций. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную итогам Нурлы Жер реализации программы жилищного строительства и актуализации ее механизмов. Более подробно раскрою тему сегодняшней встречи. Наши уважаемые гости, разрешите их представить. Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан Мархабад Жеймбетулла Жеймбетов, а также руководитель Управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИРРК Генжи Булат Султанбекович Хманбаев. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на площадке СЦК. И первое слово предоставляется Мархабад Жеймбетовичу. Хорметті брифингке қатысушылар, 17 жылдан бастап, мемлекет башысының тапсырмасы бойынша нұрлы жер бағдарламасы қабылданып, іске асырлып жатыр. Оған нұрлы жол және өңілерді дамыты бағдарламаларын тұрғыны құрлысының барлық мәселелері күрді. Бүгін біз бағдарламаның іске асырыдың нәтежілерін атап өтеміз. Ағымдағы 10 айдың қортынысы бойынша, республика бойынша, 8-де 8 миллион шаршы метр тұрғыны паталануға берілді. Ол өткен жылдың денгеймес алыстырағанда 9,5 пайызға артық. Тұрғыны құрлысына 745 миллиард тенге, оның ішінде 120 миллиард тенге, мемлекеттікін висііцца жымсалды. Тұрғының жалпы бағдарламаның жылдың 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 секшін жетіпайызна өрндалды. Всего построены 76 700 жилищ, из них 24 1100 индивидіальных домов, всего введен жиле 42 процента, и 56 700 квартир на квартирных жилых домах. Для своевременного ввода в эксплуатацию жилья на подведение необходимой инженерной инфраструктуры к районным многоквартирным индивидуальным жилищным строительством предусмотрено 83,4 миллиарда тенге. На средства арендного жилья без выкупы выделено 25 миллиард тенге, за счет которых начат строиться 5936 квартир. В текущем году будет сдано 2697 квартир, это 150 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня сдано 78 квартир, это 4,6 тысяч квадратных метров. Кредит на жилья при плане 15 065 квартир с начала года введено 8 770 квартир, и до конца будет дополнительно введено 6 295 квартир. Для развития индивидуального жилищного строительства проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций к более 60 тысяч земельным участкам, из них крайне выданным 35 тысячам и новым 25 тысячам участкам. Наибольшее количество земельных участков с подготовленной инфраструктурой планируется выдать своим очередникам Акиматами Магистаусской, Активинской, Атраусской и Жамбульской областей. В рамках пилотных проектов индивидуальных жилых домов в шести регионах ведется строительство 1975 домов в едином архитектурном стиле, из них в текущем году ожидается сдача 362 домов в Активинской, Североказахстанской, Костанайской, Алматинской областях. Так, в Активинской области в текущем году создадут 194 первых домов, в Костанайской 100 домов, в Алматинской области 48 таунхаусов, в Североказахстанской 20 домов. Осуществляется работа по стимулированию строительства жилья застройщикам за счет субсидированных кредитов. На 1 ноября текущего года на рассмотрение банка второго уровня поступило 35 проектов строительной компании со стоимостью 57 миллиардов тенге в 15 регионах республики. В целом одобрено 18 проектов на сумму кредитования 24 миллиарда тенге. Таким образом, наши застройщики получают кредиты под 10% годовых. Государство берет на себя ответственность по погашению части ставки вознаграждения по кредиту 7%. В 15 регионах республики банки второго уровня начато предоставление населения льготной ипотеки по приобретению нового жилья. На 1 ноября текущего года банкам принято 797 заявлений на общую сумму 7,9 миллиардов тенге. Из них одобрены банками 740 заявлений на 7,4 миллиарда тенге. Здесь также государство берет на себя обязательства по покрытию части ставки вознаграждения ипотеки до 7%. Для того, чтобы окончательная стоимость для конечного займщика составляла 10%. Уважаемые журналисты, мы переходим к вопросам. Если есть вопросы по заданной теме, пожалуйста. Первый вопрос, Казанформ. Добрый день, Аура Амонтаева, Казанформ. У меня вопрос такой. В каких регионах страны наиболее сильно сейчас ощущается неохватка жилья, потребность именно? Спасибо. Ну, как всем вам известно, у нас в очередях в Акиматах 450 тысяч стоят. Из них 200 тысяч – это социально уязвимые слои населения, это около 200 тысяч – это бюджетники, госслужащие, наши врачи, учителя. Остальные – это дети-сироты, аварийные дома, да, вот кто остался без жилья. Во всех почти Акиматах есть основных областных центрах очереди от 20 тысяч до 40 тысяч. В основном это жилье нуждается в Астане, Магастаусской области, Южно-Казахстанской области, вот такие области. И именно, очередников больше количества. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Саламыз, Сарма. Жалпы казыр бүгл калқымыз үшін турғын үйге көл жетімділік, бөте маңызды роллахт қаработырған белгілі. Сондықтан да сіздердің орын арзан кредиттік турғын үйдон құрылыс көлімін артырууды қалай жүзеге асырмақсыздар. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет сұрағы. Продолжение следует... 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 Спасибо. Если лишние средства есть, пожалуйста, можно покупать. Коттеджные городки в едином архитектурном стиле. Здесь большая помощь тоже оказывается. Подводится инфраструктура государством и выделяются средства через Жилстро-Избербанк под 5% кредиты. Очень большая помощь государства. Мы исходим из того, что наши областные центры, большие города должны быть красивыми и в едином архитектурном стиле должны строиться. В этом плане пилотный режим у нас работает. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Продолжение следует... 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 тенге казахстанской ипотечной компании, у которой прямая обязанность – это именно развивать ипотеку в жилищем строительстве. Спасибо. Спасибо за такой содержательный подробный ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Казахстанская правда. Добрый день. Казахстан Киезиджи, Неуранкаев. У меня будет такой вопрос. Программа Нурлежера действительно сделала ипотеку более доступной для большинства граждан. Тем не менее, у нас остаются Тесла и население, которые не имеют 30-процентного взноса необходимого для того, чтобы участвовать в программе и не имеют залогового жилья. И таких среди, скажем так, этого пласта молодежь и средняя заработная оплата которых в ближайшее время также не позволит им накопить необходимую сумму. Как в законодательстве по тем поправкам, которые вы ранее озвучили, будут ли какие-то механизмы, предусмотренные вот именно для этих граждан, которые опять-таки не относятся к спискам Акимата по льготным спискам на получение жилья по программе, которые хотят накопить, но пока еще не могут. Будут ли для них предусмотрены какие-то условия? Спасибо. Ну, еще раз повторюсь, вот программа на лжер, как бы, предназначена для всех слоев населения, да? Вот. Кто не имеет возможности вот именно оплачивать, те обеспечиваются через арендное жилье без выкупа. Кто имеет стабильный доход, наши госслужащие, да, учителя, врачи, которые стоят в очереди, в первую очередь, через кредитное жилье, через систему жилостного сбережения. Вообще-то там, кто не по госпрограмме, там 50% должны накапливать. А кто участвует в госпрограмме, да, первоначальный взнос 30%, а кто не имеет вообще 30% взноса первоначального, то им предоставляется промежуточный займ или предпринимательный займ. Кто же под 5%? Это очень хорошее условие. Для этого фондируется жилостой Сибирбанк государством. Со стороны государства идет большое финансирование именно жилостой Сибирбанка, чтобы создать условия для тех, кто не накопил. А кто имеет возможность более, там, скажем так, в финансовом плане, скажем так, получить кредитный, более высокий, тот через гипотеку, через банки второго уровня. Мы считаем, что для всех слоев населения созданы условия. Вот нами это самое, я уже озвучил, да, вот в предыдущих брифингах, что примерно 2,5 миллиона человек у нас как бы стоят в разных очередях, да, миллион 300 человек за 10 соток стоят в очереди, 450 тысяч человек в очереди Акиматах, и почти миллион человек это вкладчики ЖСБК. Все они хотят улучшить свои жилищные условия. И всем почти вот создаются условия именно вот со стороны государства, то, что большая помощь оказывается через государственный банк, через жилостой Сибирбанк. Вы сказали, что можно получить промежуточный займ без первоначального вноса. Уточните этот момент, потому что, насколько мне известно, в жилостой Сибирбанке также для получения промежуточного займа необходимо иметь сумму в размере 30 или даже 50%. Я еще раз повторю, что промежуточный займ предварительный займ под 5% по госпрограмме выдаются в жилостой Сибирбанке. Для этого средства выделены в жилостой Сибирбанке. Именно по госпрограмме, кто участвует, им выдаются промежуточные займы. Кто не накопил первоначальный взнос? Хорошо? Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы можете обратиться в жилостой Сибирбанке и там вам объяснят. Дамир Байманов, Казымформ. Я хотел в догонку задать вопрос. Какой доход должен быть у человека, который претендует, подает заявку на кредитное жилье? Наверняка вы проводили анализ, считали, какой доход должен быть у жителя, предположим, Астаны, Алматы и отдельно регионов. И потом второй вопрос. Какой в среднем доход тех людей, которые уже подали заявку по кредитному жилью, они же подтверждали свой доход из тех людей, которые уже подали? Какой средний доход у них? Во-первых, то, что программа пошла, мы можем видеть, что у нас вкладчиков ЖСБК стало почти миллион человек. В прошлом году было на 250 тысяч, по-моему, меньше. Теперь мы считали, стоимость жилья по госпрограмме в регионах 140 тысяч тенге, а в Алма-Ате, в Астане, в Атрау, в Ахтау 180 тысяч тенге. Например, если двухкомнатная квартира 50 квадрат, нетрудно посчитать, что в регионах 7 миллионов тенге, двухкомнатные 50 квартир, а в Алма-Ате, в Астане, в Ахтау, в Атрау 9 миллионов тенге. Ежемесячно, если 50-70 тысяч тенге платит, это, по-моему, нормально, для тех, ну, для семьи, которые зарабатывают, скажем так, приличный доход, средний доход от 150 до 200 тысяч тенге, я так думаю. Примерно в этом ракурсе мы считали, и можно в течение от 7 до 10 лет рассчитаться с полученной квартирой. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, подводя итоги пресс-конференции, выслушав обстоятельный доклад уважаемого Мархабата Жеймбетовича, мы видим, что по итогам 9 месяцев за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 8,8 миллионов квадратных метров. Это составило 87% от годового плана программы Нур-Лжер и на почти 10% превысило показатели аналогичного периода 2016 года. Это нам говорит о том, что по итогам 10 месяцев текущего года порядка 77 тысяч граждан улучшили свои жилищные условия. Вместе с этим необходимо отметить, что в рамках программы в текущем году Акиматам выделено 25 миллиардов тенге и начато строительство почти 6 тысяч квартир, половина из которых будет введена до конца года. Арендным жильем будут обеспечиваться наиболее социально уязвимые группы, которые не имеют возможности купить жилье. Уважаемые гости, разрешите от имени всех нас поблагодарить вас за предоставленную информацию. Уважаемые журналисты, спасибо вам за активное участие. На этом мы завершаем работу нашей пресс-конференции. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова